Свистать всех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, с вами сегодня в эфире Александр Петров и это видео будет посвящено в первую очередь вам, мои дорогие друзья и подписчики, а точнее вашим вопросам, которые вы хотели узнать у разработчиков. Напоминаю, что эти вопросы я собирал под одним из видео и передал их собственно разработкам, спросил практически все, что можно было, ну по крайней мере самые популярные вопросы, получил какие-то ответы и сейчас мы с вами попробуем разобраться, что и как. И я кстати напоминаю, обязательно просмотрите видео до конца, потому что автор самого популярного вопроса, напоминаю, получает свое распоряжение крейсер PERT, поэтому смотрите видео внимательно, если это вы, то сразу же пишите мне в контакт и забирайте свой приз, вот такие дела. Ну а теперь собственно перейдем к вопросам. Итак, слышали ли разработчики когда-нибудь про 64-битное приложение? Почему вы думаете, так долго грузятся многие игроки? На что мне разработчики ответили следующее, что понимаете, что в нынешнее время техника не стоит на месте, компьютеры там всячески себя модернизируются и вроде как бы игра не должна ориентироваться прямо на владельцах, я не знаю, 386 машин и медленных компьютеров, поэтому такого вот прям супер смысла делать в этой связи 64-битную версию приложения, типа как бы нету. Ну я конечно небольшой специалист, но мне кажется, что это достаточно разные темы, вроде как 64-битное приложение, это более такая модная, более продвинутая штука, чем 32-битная, поэтому честно говоря вопрос меня немножко удивил. Напишите пожалуйста в комментариях, так ли я все понял, что разработчики что-то как-то мутят и просто почему-то не хотят делать 64-битную версию. Напишите, будет интересно почитать. Следующий вопрос. Игре два года, а рули у кораблей так и не поворачиваются. Будет ли это исправлено, ведь на многих кораблях их видно? И действительно, друзья, визуальный эффект есть вращение винта, но вот поворота рулей, некоторые их видно действительно через воду, этого нету. И я спросил разработчиков, разработчики сказали, что ну эта задача не является приоритетной на нынешний момент. Можно ли ждать операцию, цусимское сражение и историчность? И любители броненосцев крейсеров начала века будут рады. Ну на это разработчики сказали, что следите, грубо говоря, за обновлениями и все новые режимы, все операции, вы все это увидите первыми, как только они будут готовы к выпуску. Ну и естественно, можете поучаствовать в тестировании на тестовом сервере. Но на мой личный взгляд, геймплей вторых уровней, которые могли бы участвовать именно в цусимском сражении, это там Диана, Аврора на третьем и естественно та же самая Микаса. К сожалению, этот геймплей максимально не сбалансирован и поэтому делать какую-то операцию в этой связи, я думаю, что пока рановато и вряд ли разработчики будут сейчас именно заниматься разработкой геймплея именно для таких вот низких левелов. Потому что все-таки в первую очередь, наверное, более топовые корабли. Ну и конечно, один из самых топовых вопросов, когда будут линкоры СССР. В общем-то, на это разработчики ответили, что в принципе, опять же, следите за обновлениями, бла-бла-бла-бла, мы пока не можем вам сказать, но как только, так сразу. Ну, понятное дело, что разрабам не хочется как-то раньше времени полить историю, когда именно будут линкоры СССР. Конечно, очень многие в нашей игре ждут эту ветку. Естественно, есть какие-то наработки, но я вам хочу сказать, что в основном, если бы эта ветка и уже выходила в релиз, то большая часть высокоуровневых линкоров это была бы чистой воды бумага. Потому что у нас ничего в Советском Союзе не было построено. В общем-то, линкоры будут, но я думаю, что по давней традиции разработчиков линкорная ветка выпускается примерно раз в году. В этом году были у нас бриды, так что наверняка будем ждать года 18-го. Следующий вопрос. С момента ввода нынешних перков командира прошло достаточно много времени, был ряд значительных балансных изменений, планируется изменение дымов и ввод нового типа вооружения. Планируется ли в связи с этим изменение существующих перков, добавление новых или существующий вариант является окончательным? Ну, безусловно, окончательным вариантом не является, но каких-либо новых перков, по словам разработчиков, пока что вводить не планируют. От себя лишь добавлю, что если будет какой-то ребаланс дымов, то наверняка перк на улучшенную дымовую завесу очень даже может и поменяться. Но это чисто мое мнение, друзья. Следующий немаловажный вопрос. Когда, наконец, разработчики объединят корабельный дублон и танковое золото, ну или хотя бы ведут механизм перевода? Дело в том, что в Санкт-Петербурге, как раз разговаривал я об этом с Джеймсом Байтом, и он говорит, что процедура перевода золота в дублоны существует на нынешний момент, но она несколько заморочена. Есть требования. Требование номер один. Танковое золото должно быть приобретено в магазине премиум. То есть не получено ни каким-то там хитрым способом за турниры, за конкурсы и так далее и тому подобное. То есть только то золото, которое вы купили, можно перевести. Второе. Минимальная сумма к переводу, по-моему, 2500 голды. Если меньше, то придется либо добросить до 2500, либо играть в танки. А можно, кстати, и купить себе премиум аккаунт, он же все-таки общий. Для того, чтобы золото перевести, нужно будет написать в центр поддержки пользователей. Дескать, хочу перевести голду из танков, корабли. Вот такой-то у меня аккаунт. Помогите, спасите. Говорят, что голду переводят. Есть такие отзывы. На следующий вопрос даже окружающие меня видеоблогеры ухмыльнулись. Вся вопрос звучал следующим образом. На нынешний момент крейсера самые бесполезные и неинтересные класса в игре. Каковы планы по ребалансу или аппу крейсеров? Разработчики считают, что все нормально, ничего менять не нужно. Почему ребята ухмыльнулись? Потому что действительно многие из них считают, что крейсеры вполне себе даже играбельны. Никаких проблем нет. И, в общем-то, не только видеоблогеры, но и разработчики. По их мнению, крейсеры достаточно неплохо себя показывают и по статистике никак не проседают. Ну, лично могу сказать за себя, что на крейсерах все-таки именно прям тащить достаточно сложно. Но класс вполне себе играбельный. Можно на нем получать удовольствие. И поэтому он так уж прям серьезной проблемой я бы и не назвал, что они немножко там может быть где-то провисают. Главная проблема, на мой вкус, в крейсерах то, что до девятого уровня нет у них хилки. И поэтому вот от этого они страдают больше всего. Если бы крейсерам низкого уровня добавили бы хилку и не только бритам, то, возможно, жить бы им стало легче. Но это, друзья, мое мнение. Следующий вопрос про Пан-Азию и глубоководные торпеды. Спрашивают, почему разработчики дали именно этой ветке глубоководную торпеду? И почему она была набрана из различных кораблей различных наций? Ну, дело в том, что, понятное дело, что World of Warships это в любом случае игра. И так или иначе у каждой нации должна быть какая-то своя фишка. Понятно, что у британских крейсеров были не только бронебойные снаряды в реальности. Но если бы ввели еще одну ветку просто там аналогичных бенсонов и всяких луянгов, это было бы не очень круто. Поэтому специально для этих граждан и ввели вот эту вот фишку глубоководные торпеды. Кстати, тестил я эту тему. В общем-то, она уже вовсю тестируется даже на продакшн сервере. Так что ждите, возможно, скоро можно будет ее уже постримить, так сказать, для всех. Когда уже обратят внимание на старичков игры, которые в игре уже с релиза или раньше и порадуют их, не знаю, каким-то плюшком, например, прям кораблями и все такое. Ну вот, кстати, на день рождения Лесты разработчики порадовали таких старичков, выдав за один бой на каждом десятом уровне по суперконтейнеру. Я-то, в общем, был очень рад, у меня минус четыре, сколько их там, тринадцать десяток и получив 13 суперконтейнеров, я был прям рад как слон. Единственное, что ничего полезного из них, конечно же, не выпало, но я думаю, что это уж лично моя такая удача-неудача, ничего уж с этим не поделаешь. Следующий вопрос про ботов и АФКшеров. Когда уже начнут бороться и как-либо наказывать игроков АФК, как ведется борьба против ботов? Ну, если честно, разработчики сказали, что проблемы с ботами такой особо они не видят, но боты, может быть, какие-то есть. В любом случае, если что-то есть, пишите в ЦПП, прикладывайте скриншоты или же реплей и там вам типа все и выяснят. Ну, если честно, вот я сам и видеоблогеры, с которыми мы общались, действительно подтвердили, что ботов бывает достаточно большое количество, даже по нескольку кораблей на один бой. Как это выглядит? Вот корабль весь бой стоит себе на респе, как только вы подходите в зону засвета, он начинает двигаться и стрелять. Ну, очевидно, бот. Следующий вопрос. Будет ли что-то сделано с водой в плане графики и модели ее взаимодействия с разными классами кораблей, в том числе и килеваторный след? Вода в игре для 2017 года выглядит отвратительно. Я, кстати, здесь отчасти соглашусь, но разработчики мне сказали, что ничего, пока никаких там супер разработок воды в планах нету, смотрите за обновлениями и так далее и тому подобное. Но я согласен, что водичка в нашей игре выглядит ну так себе и есть гораздо более старые игры, там в частности тот же Assassin's Creed, допустим, Black Flag, где вода выглядит гораздо симпатичней. Ну и, в общем-то, и другие проекты существуют. В любом случае, разработчикам так или иначе придется что-то делать с водой, потому что, ну, потому что, понимаете, что сейчас на нынешний момент нету никакого конкурента у World of Warships, но если он вдруг неожиданно появится, то я думаю, что разработчики очень быстро озаботятся такими вот вопросами, которые там не устраивают с точки зрения своей временности. Это именно вода и вообще оптимизация игры в принципе, которая до сих пор находится просто на каком-то катастрофическом уровне, на мой взгляд. Но пока конкурентов нет, я думаю, что Леста ничего с этим делать не станет. Но, друзья, справедливости ради, если уж не касаться воды, вот новый патч, который добавил графику, добавил залпы, добавил всплески и попадания снарядов по кораблю, честно говоря, просто очень-очень впечатляет. Мне лично понравился. И в том числе звуковое сопровождение и, в частности, барабаны боевые и вообще многое другое. Как обычно, если вот не смотреть на геймплей, если не смотреть на воду, вся остальная эмоциональная картина от игры просто на 5 с плюсом. Действительно, атмосфера, ребята, атмосферу ребята смогли. Мне приходило достаточно много вопросов про авианосцы. Одни люди писали, о, авианосцы нагибают, надо их срочным образом нерфить. Другие люди говорили, слишком сложно играть на авианосцах, когда вы упростите геймплей. Поэтому, собственно, я даже не знаю, какой вопрос именно стоило задавать. Спросил, какие планы на авики. Разработчики сказали, да, авики в умелых руках на нынешний момент немножко перегибают. Но ничего в ближайшее время балансить не собираются и никакой авианосной ветки прям вот в этом году совершенно точно новый выходить не будет. Кстати, если уж речь зашла про авианосцы, впервые на нашем Минском сборище я встретил такого известного авиковода, как Тенкин. И оказалось, что, кстати, очень даже классный и душевный парень, несмотря на то, что авиковод. Мне очень понравилось сообщение. Он, конечно, немножко стеснялся поначалу, но потом вроде как бы попривык. И у нас на канале будет, кстати, видос с ним еще достаточно интересно. Но пока не будем спойлить. А пока, ребята, если неожиданно интересуетесь авиками и хотите научиться, заходите на его канал. Сейчас вот покажу картинку. И внизу дам вам ссылочку. В общем, заходите. Парень научит вас плохому. Ну, а сейчас, друзья, настала пора подвести итоги нашего марафона вопросов. И победителем его становится человек, который задал следующий вопрос. Сколько еще будут менять механики игры, ребалансы, корабли, снаряды, дымы и так далее и тому подобное? Когда же, доколе, доколе, когда же это закончится? Ну, в общем-то, на этот вопрос даже я вам могу ответить. И разработчики, собственно, повторили мои слова. Дело в том, что в других играх, например, вот я играл в World of Warcraft в течение 8 лет. И на протяжении всего этого срока происходили ребалансы классов. Там 11-12 классов. Постоянно там одному что-то побафли, другому что-то подпилили. И дело, я думаю, не только в том, что как-то там один класс начинает перегибать. Просто людям немножко меняют геймплей, чтобы им было там интересно или неинтересно играть на вот таком конкретном там классе или типы техники. Ну, по крайней мере, так делает Blizzard. Я думаю, что наша игра еще достаточно сырая. И в нее вводить, скажем, какие-то новые механики или балансить старые. Это дело нужное для того, чтобы все было более-менее в балансе, никто не перегибал. К сожалению, можно сказать, что у разработчиков далеко не всегда это получается. Увы, увы, увы. Победителем конкурса становится товарищ с именем Роман Пак. Роман, пиши мне, пожалуйста, ВКонтакт, как можно скорее. Присылай скриншот того, что это действительно твой аккаунт. И ты получишь свой приз. Прошу тебя сделать это успеть до 30 сентября. Иначе потом уже будет поздно. Так что, дружище, поторопись. Было много и других вопросов, друзья. Но, к сожалению, всех их уже здесь не припомните. Все вопросы не описайте. Единственное, что могу сказать, что, к сожалению, разработчики отвечали на вопросы достаточно прохладные. В духе, ну, вы знаете, мы вам потом расскажем. Подождите, вы все увидите. И это, к сожалению, немножко подпаривает. И получить реально ответы от каких-то людей, которые знают что-то или могут сказать что-то, это достаточно сложная история влезти. Так же, как и Джеймс Вайт, Александр Богомольский и Артем Касмин, который сейчас лид комьюнити менеджер. Оба этих товарища отвечали на вопросы весьма и весьма уклончиво. И получить каких-то прям топовых ответов не удалось. Но, в любом случае, друзья, приходите на БГ-фест. Я думаю, что там много всего будет интересного. И много всяких свежих сливов и планов на 2018 год мы с вами увидим. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами, как всегда, Тури. Стараюсь для вас принести самую вкусную и свежую информацию. В общем-то, надеюсь, что это у меня получается. Ну, и надеюсь, что вам весело, в конце концов. И привет вам из острова. Подписочка и лайк. Увидимся в рандоме. Пока-пока. Дорогой друг, если тебе нравится наше творчество, обязательно подпишись и включи уведомления о новостях нашего канала. Это позволит тебе первым видеть наши новые свежие видео и обязательно участвовать в наших стримах. И, пожалуйста, напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого видео. Я обязательно прочитаю, потому что для меня это очень важно. А также я приглашаю тебя посетить наши группы ВКонтакте, на Фейсбук и в Инстаграме. Это позволит тебе участвовать в викторинах и розыгрышах, которые регулярно проходят в наших группах. А также наблюдать за жизнью ведущих нашего канала. А сейчас появится большая красивая картинка с бегемотом, нажав на которую ты сможешь подписаться на наш канал. И еще два интересных видео, которые тебе обязательно стоит посмотреть. До новых встреч, дружище. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok